Друзья, здравствуйте! Продолжается женский чемпионат Александра Шараева и Александр Вашкевич. Это помощники Ивана Пугачева. Четвертый арбитр Илья Ржиуцкий из Могилева и Дарья Иванчик. Четвертый Дарья Стешко, номер седьмой. Наталья Осмыкович, восьмой номер. Анастасия Попова, девятый. Главным тренером Зорки БДУ. Ну и эта команда начинает с центра. В Манеже, в третьем круге, эти команды выясняют отношения. Так же, как это было и в круге номер один. Удар по воротам. Каролина Житко наносит. Прекрасных футболисток, которые любят и умеют забивать. Поговорить. Фролова. Подача в штрафную площадь. Но здесь на месте Светлана Коломеецева Корбут. Мяч в руки она забирает. И в желании, в концентрации. Ну, просто вот так вот отдавать мяч Осмыкович. Осмыкович, как сейчас-то Карпова сделала. Ну, это просто, это просто непозволительная роскошь. Это просто. Сурка БДУ играла с Динамо БГУФ, но уже на своем поле. И потерпела поражение 0-2. Фролова бьет издали, но, конечно же, удар по силе не очень шкарь. Но ей, прежде всего, вот как опорный полузащитница. Ну, что ж, один из редких выпадов. Гнепра Лазаренко в штрафную. Там как раз-таки была пушкарь. Ударь по воротам, но мяч идет выше створа. Да, подопечных Сергея Русецкого с чемпионом. Геру с удар по воротам с острого угла. И на месте Светлана оказалась. Парировала она этот выстрел. Еще один. И снова. Снова голки перед Днепром. В деле. Ох, Стешко. Знает она, что всегда есть здесь на правом фланге Екатерина Фролова. Мяч у 23-го номера. Студенток передача на Герус. Ну что, с этого края снова будет удар по воротам. Ну, заброс на Сейбульской. Ну, в общем-то, да. Есть сложности с удержанием вот в коллективе игроков. Посмотрим, что будет далее. Домин прострел. И играет здесь на выходе здорово стелять Осмыкович на рай. И что будет подача, так и есть. Янарай ее выполняет. Здесь надо спокойно разобраться Барбаренко. Выносится на мяч из штрафной площади. В борьбе лучше себя проявила Иванчик, нежели Якусик. Стишко на Тропникову. Мяч приходит. Герус. Удар по воротам. Еще один удар. И зорко БДУ выходит вперед на сороковой минуте. 0-1. Виктория Герус. Да. Так вот просто дали пробить. Первый раз делала сейф Светлана. Затем уже с добиванием ничего голкипер Днепра не смогла. Поделать, ну и сложно. И Фролова. По флангу перед Иванчик. Посмотрите, какое расстояние. Удар по воротам даже, видимо, она пыталась нанести. А может быть, видела подключавшуюся Янурай. Те, которые наблюдали за первой сорока пятиминуткой, уверен, со мной согласятся. Первый. Ну и далее Макилевчанки снова играют вперед. Это не мудрено, потому что им надо отыгрываться. Житко, здорово. А Яна Домин. Нет. Здесь ее опережает Татьяна Чистик. Разбег. И удар по воротам. Мяч свистит выше. Не получилось. Он совершенно незаметно. Восьмой номер Днепра в этом матче. На голодном пайке нападающая. Но при таком владении мячом очень-очень скудным, конечно, по-другому быть не могло. Переводная Янурай. Уходит она и бьет по воротам. Почти удается Янерай забить второй гол. Первая минута. Смогут ли замены Михаила Соболева перевернуть ход встречи? Способны ли на это Полина Курильчик и Виктория Брлюгова? Выход 1 на 1. Удар по воротам. И Светлана. Браво. Голкипер. И Осмыкович. Есть там подключение. Как раз таки Шерешевец по правому флангу. Осмыкович ошиблась. Мяч перехватывает Карпова на Брлюгову. Но нет. Не успевает. Предлагает Осмыкович себя Екатерина Фролова. Снова Наталья с мячом и прострел на ближнюю стойку. Там, если я не ошибся, Железникова здорово сыграла. Подбор за Стешко. Снова подбор за студентками. Хороший пас Стешко на Лобашову. Шерешевец. Осмыкович. Удар по воротам. Мяч рикошетит защитницу. И кажется. Осмыкович за спиной защитницам. Диагональ. Классная вот Наталья. На Татьяну Шерешевец. Шерешевец в штрафную. У Лобашова удар по воротам. И на 87-й минуте Анастасия Лобашова делает счет 0-2. Шерешевец сделала ей передачу. То есть две замены Сергея Русецкого таким образом оказались правическими. Вот это да. Как же так? Ну вот никто Лобашовой не мешал. Давайте посмотрим. Как-то инертно шла по позиции. Что провалы. Провалы в обороне. Они имеют место. И от них пока вот деться в Днепру просто некуда. И в первом моменте и во втором. Удар по воротам с, наверное, метров 18. Мяч в руках Барбаренко. До этого она пыталась штрафную грузить. В общем-то это все легко читалось на протяжении матча. Курильчик бьет по воротам Полина. И 2-0. С таким счетом команда Сергея Русецкого переигрывает Могилевский Днепр в гостях. Таким этот поединок получился. Андрей Леня его для вас комментировал. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok